Этот короткий видеоролик очень важный. Сегодня я анонсирую курс о полипропилене. Я назвал его ПП-курс. Стартуем в июне этого года. Весь материал разбит на 10 параграфов. Начнем мы с теоретической части, а к концу курса мы научимся паять полипропиленовые трубы и монтировать целые системы. Как я и обещал, курс будет бесплатный и доступен всем. Поэтому, кто не подписался, подписывайтесь. Кто подписался, молодец. Ну и отдельное спасибо тем, кто поддерживает не только лайками. Специально для тех, кто не может ждать и уже сейчас хочет собрать свою собственную полипропиленовую систему, в этом видео я делаю короткую выжимку из каждого параграфа. Итак, поехали. Что такое полипропилен? Полипропилен это полимер, полученный из газа пропилена. Полипропиленовых труб много. И когда мы будем говорить о полипропилене, то почти всегда мы будем иметь в виду полипропилен третьего класса, который маркируется как ППР. При выборе трубы обратите внимание на наличие сертификата у производителя. Это особенно актуально, если вы сталкиваетесь с ранее неизвестным для вас производителем. Но более подробно обо всем этом смотрите первый параграф ПП-курса. Второй параграф объясняет, какую трубу выбрать под конкретную задачу. Для начала вам необходимо определить, для чего вам труба. Если она вам нужна для холодной воды, то в этом случае вы можете выбрать самую простую недорогую полипропиленовую трубу. Если же вы хотите ее использовать для горячей воды или для отопления, то в этом случае необходимо посмотреть в сторону армированной полипропиленовой трубы. В ПП-курсе я подробно разберу 4 типа армировки. Это армировка труб стекловолокном, армировка базальтовым волокном, алюминиевая армировка внутри трубы и алюминиевая армировка снаружи полипропиленовой трубы. Важно знать, что армировка никак не влияет на прочность трубы, на ее рабочее давление или долговечность. Армировка лишь влияет на линейное удлинение трубы при нагреве. А это значит, что выбирая армированную трубу вам придется ставить гораздо меньше компенсационных петель. Но об этом чуть позже. Сейчас мы определились с типами армировки трубы. Теперь переходим к маркировке трубы. Маркировка на трубе содержит всю необходимую информацию. Тип полипропиленовой трубы, номинальное давление, информация о производителе. Можно также увидеть ГОСТ, по которому сделана труба и даже номер партии и дату, когда произведена эта партия труб. Поэтому маркировку важно знать для того, чтобы выбрать конкретную трубу под конкретную задачу. Мы подробно разберем существующие маркировки труб. Я лишь коротко скажу, что в основном мы будем работать с третьим типом полипропилена PPR. Также можно выбирать трубы PPRC и PPRST. Но данный тип труб стоит несколько дороже, чем просто PPR. Разберемся также с классом эксплуатации трубы. Каждая труба делится еще и по классам эксплуатации. Где 1 это для холодной и горячей воды с температурой до 60 градусов. А класс 5 это уже для горячей воды либо высокотемпературного отопления с температурой теплоносителя до 90 градусов. Также мы разберемся, что такое PN и SDR. И выясним, какая маркировка актуальна на текущий момент. Итак, труба выбрана. Труба приобретена. И теперь мне ее необходимо доставить на объект. Но вот незадача. Труба продается хлыстами по 4 метра. А у меня легковой автомобиль и 4 метра мне просто физически в нее не запихать. В этом случае мне понадобится труборез для того, чтобы отрезать трубу на 2 метра и затолкать ее в свой автомобиль. Подробно о труборезах в 4 параграфе ПП курса. Но если коротко, то для того, чтобы отрезать полипропиленовую трубу вам понадобятся специальные ножницы для полимерных труб. Труборез. Но если у вас их нет, ничего страшного. Вы трубу можете отпилить ножовкой по металлу. После чего оттуда вычистить весь мусор из трубы. Обезжирить и спаять. В 5 параграфе я говорю о сварочных аппаратах. Сварочные аппараты часто еще называют паяльниками либо утюгами. Они бывают с широким жалом, бывают с узким, в виде трубки, бывают изогнутые и прямые. Каждый из них решает свою определенную задачу. Для каждого диаметра трубы есть свое время нагрева трубы и фитинга и глубина погружения трубы в фитинг. Более подробно об этом в 6 параграфе ПП курса. Итак, греем паяльник до 260 градусов и приступаем к пайке. Кстати, правильно это называется? Не паяльник, а сварочный аппарат. Три важных момента при работе с армированными трубами. Если вы выбрали трубу с армировкой из стекловолокна или с базальтовой армировкой, то в этом случае нет ничего сложного. Достаточно просто отрезать трубу и спаять ее. Если же в ваших руках оказалась труба армированная алюминием, то есть наружная часть трубы армированная алюминием, то в этом случае вам понадобится специальный зачистной инструмент для того, чтобы снять внешний слой алюминиевой фольги. Если вы ее не снимете, трубу запаять скорее всего не получится. Как говорится, если сила есть, то ума много не надо, но так делать не нужно. Если же вы работаете с трубой армированной алюминием, но внутри трубы, то в этом случае вам понадобится специальный инструмент называется торцеватель. Если вы не подготовите трубу перед сваркой, то, скорее всего, во время эксплуатации ваша труба проработает совсем недолго. В результате того, что вода, в которой содержится кислород, будет контактировать с алюминиевым слоем, труба со временем расслоится и придет в негодность. Как вы уже поняли, армировка влияет на линейное удлинение трубы. Если при монтаже системы не учесть линейное удлинение, то в процессе эксплуатации ваша труба станцует медленный вальс, повыдергивав все крепежные элементы из вашей стены. Допустим, я прокладываю полипропиленовую трубу, где между неподвижными опорами есть расстояние всего 3 метра. Допустим, это между стенками либо между потолком и полом. Используя формулу, я высчитал, что на этом отрезке труба удлинится на 1,5 см. Это значит, что я должен оставить место для того, чтобы труба гуляла, удлинялась. Либо, если это невозможно, например, это потолок и пол, то в этом случае мне необходимо установить компенсационную петлю. Более подробно о линейном расширении в 7-м параграфе. В 8-м параграфе мы поговорим о правилах прокладки полипропиленовых труб и о их защите. Сваренные трубы, конечно же, необходимо как-то проложить и закрепить. В соответствии с санитарными нормами труба должна крепиться через каждые 50 см. В противном случае труба со временем провиснет. Для уменьшения тепловых потерь трубу придется одеть в специальную изоляцию. В 9-м параграфе я расскажу о секретах пайки полипропиленовых труб. Но сейчас я сюда ничего не добавлю, потому что раскрою все карты. Поэтому вам просто придется дождаться выхода ПП-курса. В 10-м параграфе мы подытожим изученный материал. Последний параграф будет емким конспектом для тех, кто через какое-то время захочет вернуться и освежить свои знания о полипропиленовых трубах. Если знания не очень сильно освежатся, то с этого параграфа вы всегда сможете вернуться на те более ранние ролики для того, чтобы посмотреть конкретную тематику. Так что это видео будет полезно абсолютно каждому, кто сталкивается с полипропиленовыми трубами. Это может быть домашний мастер, кто хочет самостоятельно смонтировать себе систему. Это может быть профессиональный сантехник, возможно даже инженеры. И продавцы, которые со своего прилавка предлагают несколько видов полипропиленовых труб. Так что, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео или этим курсом со своими коллегами. На этом все. С вами был Артем. Успехов вам. Пока.